Вот мой кабинет, кабинет стоматолога. Светлана Воронкина проводит экскурсию по отремонтированной амбулатории. Первая остановка – её кабинет. Здесь стоматологам проработала 25 лет. Теперь доктор с предвкушением ждёт рабочие будни в обновлённой обстановке. Мы очень-очень рады, что был произведён у нас этот капитальный ремонт, потому что сейчас я не знаю, как мы… Я даже не знаю, как выразить это словами, в каких условиях мы работали до и в каких условиях мы будем работать после. Здание участковой больницы более полувека, и капитально его отремонтировали впервые. Обновили кровлю и фасад заменили окнам, привели в порядок внутренние помещения. Основной этап ремонта уже практически завершили. Осталось убрать строительный мусор и завести мебель. Её, кстати, тоже обещают новую. Это одна из восьми палат. Уже совсем скоро здесь поставят две кровати и две тумбочки, и будут ждать первых пациентов. Для удобства пациентов здесь установили пандус. Совсем скоро облагородят территорию. Отремонтировали медучреждения в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения. Конечно, здесь производились текущие ремонты. Менялись проводка, водоснабжение, теплоснажение, кровля. Но такого капитального ремонта, чтобы затрагивал и фундамент, и внешний фасад, и внутреннюю отделку всех кабинетов, таких ремонтов в данной участковой больнице не было за весь период. Благодаря этой же программе в Новоалександровском округе отремонтировали Тимешбекскую участковую больницу, а еще построили фельдшерский пункт в хуторе Родионове. Современный модульный фаб, взамен существующему, который признан ветхим и к сносу годится только. Данный фаб также будет оснащаться всеми современными оборудованиями и мебелью медицинской по нормам Санпина. Сдача приблизительно в конце этого года. Также в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения в этом году для Новоалександровской районной больницы закупили четыре новых автомобиля. Нравится. Мягко, удобно. А раньше на чем ездили? На УАЗике. На чем удобнее? На этом, конечно. Современные машины приехали на смену старым УАЗикам. Предназначены они для обслуживания амбулаторных пациентов. Анастасия Зубрицкая, Александр Колодко, Ставропольское телевидение.